39-я школа, примерно час дня. У детей из начальной школы закончились уроки. Родители, приехавшие их забирать, про нововведение с тестированием на наркотики слышали. К тому же в школах с 2009 года проводится тестирование на психологическую склонность к наркозависимости. Нововведение же предполагает закупку тест-полосок и оборудование, которое покажет, употреблял ребенок наркотики или нет. Родители единогласно за нововведение. Обязательно. Потому что сейчас это кругом и везде. Наркотики и продают, и дают, и попробовать. Я за. Молодежь сейчас такая непонятная какая-то. Я думаю, что надо проверять всех. Ну, я считаю, что старшеклассники могут баловаться этим. А так... И лучше знать, что... Да, лучше знать, чем потом хвататься, когда уже увлечется этот человек этим. По статистике, число пациентов, стоящих на учете в наркодиспансере, с каждым годом становится меньше. Но среди заболевших алкоголизмом и наркоманией все больше молодежи. Поэтому, рассказывает руководитель диспансерным отделением областного наркодиспансера Андрей Тарасов, важно проводить тестирование на наркотики в школах. Мы хотели внимание на то, что возраст наркопотребителей, он помолодел. И вот эта программа сейчас, которая будет введена, она как раз охватит ту группу лиц, группу риска. То есть это молодые люди. Вот, поэтому, собственно, в этом ее необходимость. Центр города, рядом детская площадка и спортшкола. А через дорогу магазин со снюсами. К нам в редакцию обратились зрители, которые видели выходивших из этого магазина школьников. Классический снюс – это табак в пакетиках, который рассасывает. По закону в России табакосодержащие снюсы запрещены. Запрета на никотин, содержащий нет. Те, кто пробовал снюс, уверяют, это увлечение далеко не безопасное. Считалось, что заменителем табака такой максимально безвредный. Но в дальнейшем, пробуя снюс, я понял, что это более даже вредный, чем сигареты. Потому как снюс вызывает зависимость. В зависимости от снюса, конечно, возникает более медленно, чем при обычных сигаретах. В одном пакете киснюса содержится от 10 до 65 миллиграмм никотина. Для сравнения, в одной сигарете – 1 миллиграмм. Я хочу его открыть, посмотреть, что внутри. Чик. Очень похоже на снюс, тоже темный. Но, внимание, если это не табак, а написано, что табак не содержит, то что это такое черное? Я не думаю, что они меня отравят. Могут отравить, какая-то черная шляпа здесь. Только почему он зеленый? Именно поэтому врачи считают, что снюсы необходимо запретить. Снюсы – это те же самые никотин, содержащие вещества. А поскольку нет контроля за качеством выпускаемой вот этой табачной продукции, соответственно, кроме как табак, в них могут оказаться и другие психоактивные вещества. Покажет ли тест на наркотики такие вещества – вопрос открытый. Тестирование будут проводить для детей, начиная с возраста 13 лет и только с согласия родителей. Данные, которые будут получены, обещают не передавать в правоохранительные органы. Дина Ислева, Игорь Глотов, Михаил Костенко, телекомпания «Город».